И раз, и два, и три, и четыре. При правильной организации и настрой дача этого и тренажерный зал, и солярий, и спа-салон. Здравствуйте, с вами Александра Винченко и программа «Сады и огороды Приморья». Май – прекрасное время года. Картошка наконец-то посажена, рассада перекочевала с подоконников на грядке, а в парнике поспели салат и редиска. Конечно, на даче всегда есть неотложные дела, но сегодня мы найдем время, чтобы поговорить о цветах. Без них просто невозможно представить весенний или летний сад. Май со всеми его праздниками, Днем Победы, последним школьным звонком – это, конечно же, цветущая сирень. Казалось бы, она так неприхотлива, что может расти в любом дворе. Но оказывается, и у сиреней есть свои секреты. О них расскажет куратор коллекции сиреней ботанического сада Людмила Пшеникова. Многие гоняются за махровыми сортами, но вот в сортах с простым венчиком тоже есть своя прелесть. Посмотрите, вот этот сорт очень старый, американской селекции, сорт Эстерстейли. В ботаническом саду он с 1987 года примерно. Обильно цветет ежегодно причем. Иногда завязываются имена. Это гибрид между сиренью широколистной и сиренью обыкновенной. Этот сорт называется Катерина Хавемеер. По моему мнению, это самый красивый сорт в моей коллекции. Да, коллекция насчитывает более ста уже наименований. Вывел ее в позапрошлом веке Виктором Лемуан, француз. Это селекционер от бога, скажем так. Потому что он вывел около 200 сортов. А потом уже на основе его сортов селекционеры всего мира делали свои сорта. Это Виктор Лемуан. У него был свой питомник в Париже. Вместе с сыном они работали. Название своим сортам, почему так называется, Катерина Хавемеер, он давал в честь жен своих друзей. А посмотрите, какой он махровый. Как плотно сидят цветочки. И цвет розовый. Цвет красивый, да. Такие насыщенные. Сорта, которые распространены в Владивостоке, это на основе сирени обыкновенной. А эта сирень обыкновенная, она, кстати, необыкновенна в том плане, что пришла она к нам с Балкан, где теплый климат и меловые почвы известковые. А наши почвы кислые. И чтобы она лучше цвела и меньше болела, почву нужно известковать. Ну, сейчас вот по весне можно только добавить древесную золу, а вообще по осени там доломитовую муку, пушонку, ну, все, что связано с кальцием, скажем так. Вот. Самая обычная сирень, которая есть во всех наших бруссадебных участках, на самом деле тоже необычная. Это сирень широколистная. Она раньше всех цветет. Пришла она к нам с Китая. Приграничные районы Китая вообще по климату схожи с Приморским краем, поэтому она себя хорошо чувствует, не болеет, обильно цветет. И все ее называют обыкновенной сиренью. Но она уже практически стала нашей сиренью. Вот. И самые устойчивые сорта, чтобы вот так, для любителей, это гибриды сирени широколистной и сирени обыкновенной. То есть она от сирени обыкновенной берет устойчивость к зимним условиям, а от сирени широколистной устойчивость к грибным заболеваниям. Вы уже заметили, что большинство кустов высокорослые, и внизу только ствела, где-то соцветия наверху. Чтобы куст был низкорослым, можно просто прищипать во время роста побегов, верхушку побега прищипнуть или обрезать, как хотите можно это назвать. И тогда он будет разрастаться в ширину, а не в высоту. То есть не будет этой голенастости, как у многих сортов. Она у нас туда вверх ушла. Что-то мы еще можем сделать? Можем, но эффект будет года через три, не сразу. Можно просто укоротить побеги на ту высоту, на которую вы хотите, а потом, когда пойдут молодые побеги, просто их прищипывать. Ну, конечно, лучше формировать сирень с малолетства. Купили саженец и начинайте его любить, ухаживать. Почву известковать, вовремя поливать. Да, сирень нужно садить только на солнечном месте. Если у вас нет такого абсолютно солнечного места, значит, как говорят, сирень любит восход солнца, чтобы хотя бы первую половину дня было солнышко. И сирень не выносит близкого стояния грунтовых вод или заболоченных участков. Это тоже сорт Виктора Лимуана, мадам Казимир Перье. Я уже говорила, что в честь жен своих друзей он называл. Вот тоже достаточно симпатичный, белая махровая. Среди белых сиреней относительно устойчивая к нашим грибным болезням и к зимним условиям. Одним из выдающихся и самых талантливых селекционеров был Алексей Колесников. У него тоже очень много сортов. Вот один из самых красивых. Назван в честь его жены Олимпиада Колесникова. Я долго думала, почему Олимпиада? Косожену так звали, Олимпиада Колесникова. Вот он. Махровый, цветет в ранние сроки, обильно, ежегодно. Единственное, что вот он голенастый, нужно не упускать момент, сразу, как только посадили саженец, начинать его прищипывать. Тогда он не будет таким голенастым. Другой сорт Колесникова – Индия. Видите, отличается темной краской венчика. Вот, но тоже создана на основе сирени обыкновенно. А это значит, нужно известковать, это значит, нужно иметь яды, чтобы вовремя растения обработать. Хочу вам показать наш сорт «Вечерний Владивосток». Вот он какой темненький, посмотрите. Раноцветущий сорт. Ароматный, очень ароматный. Все хотят его приобрести, но пока нет саженцев. Поэтому я сейчас вам покажу, как можно размножить тот сорт, который вам понравился. Купили букет сирени, взяли оттуда побег. Молодой растущий побег из букета. Вот, потом нижний срез – это общие такие правила. Делаем под косым наклоном, обрезаем нижние листики. Верхний срез прямой. Листья укорачиваем на одну треть. Вот у вас готовый черенок. Вот так он должен выглядеть, череночек этот. Нижним концом макаем. Препарат продается везде, корневин. И потом в влажное место, или лучше в корнячок. Под наклоном в 45 градусов. И через месяц, если получится, все хорошо, нужно делать несколько черенков, чтобы что-то укоренилось. У вас будет саженец сирени. И вы будете его больше всех любить, потому что вы сделали это сами. Вот еще, но это пока не сорт, официально госсортом не утвержден, но перспективный, скажем так, образец. Я дала ему название дальневосточница в честь наших дальневосточных женщин, что они у нас такие все красивые, все умные, все устойчивые к нашим неблагоприятным всяческим факторам. Жизненным и погодным. Сорт махровый, крупные кисти, широкие, длинные. И не такой голенастый, скажем так, как все вот сирени, от сирени, сорта сирени обыкновенные. Если на участке посадить много сортов и всех четырех сирекций, на которые, секции, на которые делится рот сирень, то у вас цветение будет продолжаться два месяца. То есть не две недели, как вот обычно один кустик цветет, а начиная с середины мая практически до середины июля. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». И я хочу вам напомнить, что вышел очередной номер журнала. А прямо сейчас мы будем с вами учиться правильно делить и сажать георгины. Инструктаж проведет сотрудник ботанического сада Ольга Шелихова. При посадке нужно выбрать место. Это место должно быть освещенное, оно должно быть желательно защищено от ветра и плодородная почва. Лучшие более-менее нейтральные кислотности. То есть в посадочное место копается лунка, туда добавляется перегной, туда добавлять можно залу или доломитовую муку, туда нужно добавить полное органоминеральное удобрение. Вот наши перезимовавшие георгины, да, вот они вот таким вот целым комком. И нам достаточно же для посадки всего, чтобы была вот какая-то часть клубни. Нам достаточно клубень с участком корневой шейки, из которого идет, ну, с почками возобновления, ну, вот уже пошли новые побеги. А как нам вот это все разделить, чтобы, во-первых, не повредить побеги, во-вторых, чтобы, ну, в лунку попало ровно столько, что должно дать жизнь новому растению? Прежде всего нужен продезинфицированный секатор. Это можно сделать либо спиртом, либо с помощью огня, зажигалкой, для того, чтобы не было переноса вирусов и других болезней от одного растения к другому. То есть стерильность соблюдать, как при операции. Да, ну, почти. Резать надо? В основном это вертикальные. Резать? Да, вертикальной плоскости. Так, отделяем старые. И вот так вот режем между двумя почечками. Еще раз надрез. Можно использовать нож. Некоторые при больших клубнях используют даже топор. А можно это сделать с осени? Или это не желательно? Ну, в общем-то, есть такой вариант, да, что можно поделить и с осени. Но мне кажется, что хранится лучше целиком. И делить, когда они начинают отрастать, почки видно. С осени этих почек не видно. А когда они начинают отрастать, уже видно, где стоит разрезать. Так, старые части нужно убирать. Сухие. То есть, смотрите, вот здесь вот у нас фактически... То есть, у нас здесь есть клубни. И у нас есть от корневой шейки почки. Видите? Это молодые побеги. Сажать или можем еще раз разделить? Ведь получается, что в лунку попадет очень много клубни вот таких. Но нужно разделить так, чтобы на каждом было как минимум один клубень и как минимум одна почечка. Можно оставлять две. Вот это мы делим или уже так и оставляем? Ну, я бы так и оставила, на самом деле. Единственное, что вот эти срезы, там, где мы резали, нужно обязательно присыпать золой древесной, либо золой смешанной с коллоидной серой. Тоже в целях дезинфекции мы это делаем? В целях дезинфекции, чтобы было опоропковение, чтобы не было гниения, когда мы посадим. Срез, присыпаем золой. И мы можем вот это посадить сейчас. Корневую шейку мы заглубляем на 3-5 сантиметров. А росточек уже можем вот так наставить над землей, да? Можно, да, наставить, да. И вот так садим это в лунку. Да, это можно так посадить. И вот мы делили, вот один вот такой клубень отвалился. Никаких почек, никакой шейки, тут уже нет. Но вот вроде бы были хорошие корешки, да? Вот что мы с этим? Это уже все? Да, это нужно выкинуть. Иногда изредка, может быть, здесь что-то произойдет, но практически нет. Это можно выкинуть. То есть вот корневая шейка, там где изгиб старого стебля и клубня. И вот на этом изгибе почки возобновления, вот молодые побеги этого года. Вот я просыпала золой. И вот у меня вот этот можно тоже отделить, в принципе. Самое главное при посадке, здесь вот у меня клубень торчит вверх. Самое главное, чтобы у меня побег был направлен вверх. А то, что здесь немножко торчит, ну, это, в принципе, ничего страшного. А мы его оставляем или убираем? Нет, мы его оставляем. Оставим его, да? Да, но можно его и срезать, то есть тут значения особо не имеет. У него есть достаточно клубней для питания. Если срезать, например, правильно, то, возможно, вот здесь вот на корневой шейке тоже попозже возникнут почки. Можно и так оставить. Дело в том, что клубень у Георгин живет 2 года. То есть... Если не поделить вот всю вот эту... Если не поделить, не будет места для образования новых молодых клубней. И поскольку он живет 2 года, то есть у вас старые клубни, ну, израсходуют питательные вещества, дадут жизнь новым побегам. Но поскольку места для образования новых клубней не было, их, ну, образуется мало или не образуется, то есть они 2 года проживут и... Ну, и все, в общем-то. То есть желательно делить. Это даст омоложение куста, это даст, в общем-то, активный рост. Вы смотрите самую удачную программу. Это телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья». Нашим читателям я напоминаю, что в почтовых отделениях, киосках, прессе и садовых магазинах можно купить второй номер журнала. Вы смотрите майский выпуск программы «Сады и огороды Приморья». Сегодня мы говорим о цветах, в том числе и о тюльпанах. Благодаря селекции, которая началась еще в 17 веке, в мире существует более 30 тысяч сортов тюльпанов. В Голландии за одну луковицу редкого сорта селекционеры готовы были отдать корову, мельницу или даже дом. Сегодня таких жертв уже не требуется. И мы каждый год приобретаем новые сорта. Наша задача научиться сохранить луковицы, чтобы они радовали нас не один год. Как ухаживать за тюльпанами и что делать с ними после цветения, расскажет сотрудник ботанического сада Ирина Крестова. Тюльпаны высаживают осенью, чтобы они перезимовали в холодной почве, и тогда это простимулирует их весеннее цветение. Тюльпаны без охлаждения цвести не могут. И у нас в ботаническом саду каждый год проходят испытания примерно около 150-180 разных сортов тюльпанов. У нас есть стабильная коллекция видовых тюльпанов, которые мы постоянно выращиваем, и сорта, которые мы меняем практически каждый год. Мы их высаживаем в экспозицию, они радуют посетителей. Они одновременно являются объектом изучения, потому что неожиданностей с тюльпанами может быть много. Вы посадили луковицу и ждете, что весной она у вас расцветет прекрасными цветами, а получается только густая зеленая листва и больше ничего. А что это произошло? Это из-за чего? Такие случаи, когда цветы тюльпаны не зацветают весной, если даже вы посадили хорошую полноценную луковицу, могут быть потому, что луковицу до этого неправильно хранили. Для того, чтобы почка цветочная заложилась, луковица летом должна храниться в тепле при температуре как минимум 22-23 градуса. У тюльпанов очень интересная особенность – у них однолетняя луковица. Та луковица, которую вы посадили осенью в землю, она исчезает в конце весны, потому что все питательные вещества, которые в ней были, тратятся на цветение. И если вам важно, чтобы эта луковица была как можно больше, крупнее, и вы хотите ее сохранить на следующий год, после цветения, когда у тюльпана осыпаются лепестки, внутри образовывается зависть, где созревают семена. Вот эту зависть нужно выламывать вместе, когда тюльпан уже отцвел, потому что все силы цветка тратятся на вызревание семян. Даже если вы эти семена получите и потом посеете, то тюльпан у вас зацветет на 10-11 год из семян. Нет смысла ждать. У вас остался тюльпан вот в таком виде. Когда он получает солнечный свет, воду и преобразовывает это все в питательные вещества, образовывается замещающая луковица внизу, в земле. К концу июля она становится более крупной, покрывается чешуей плотненькой, светло-коричневой. И в тот момент, когда листья начинают желтеть, это значит накопление питательных веществ произошло. То есть луковица готова к выкопке. Выкапываем их вместе со стеблем, вместе с листьями и укладываем на высушивание. Не в прохладное, а в тенистое проветриваемое место. Когда усохнут листья полностью, когда стебель засохнет, мы очищаем луковицу от сухих остатков. И она у нас может рассыпаться на несколько луковичек маленького размера. Как правило, одна луковица более крупная. Это и будет замещающая луковица. Если она достаточно крупная, она зацветет на следующий год. Но рядом образовывается множество мелких луковичек, которые называются детками. И они не будут свистеть ни на следующий год, ни через год. Это только через 2-3 года зацветут. После того, как вы почистили тюльпаны, вы храните эти луковицы в сухом, теплом месте все лето. И высаживаете в землю крупные луковицы и детки, желательно отдельно, в начале октября. Если вы луковицу оставите в земле, она, скорее всего, рассыпется на несколько деток. И эти детки в следующем году выдадут только листья зеленые. Они не будут свистеть. А вот уже через год или через два, да? Через 2-3. У вас появится вот из этой группы деток 2-3 цветочка. Тюльпаны довольно редко болеют. В цветниках появляются, допустим, среди ярко-красных высаженных цветов, цветки с интересной окраской, с желтыми, белыми пестринками. Радоваться не нужно, потому что это значит, что у вас луковица была заражена вирусом пестролепестности. Это вирусное заболевание поражает тюльпаны, передается от одной луковицы к другой через сок. Как это чаще всего происходит в цветнике? Вы срезали цветки одним и тем же инструментом, и сок с больного растения перешел на здоровое. И в следующем году у вас уже у здоровой луковицы этот вирус проявился в виде пестрин на лепестках. Переносят это заболевание и насекомые, например, крестоцветная обложка. Она чаще всего встречается на растениях семейства крестоцветных, например, на редиске. И если вы заметили такой цветок, то его лучше из цветника просто удалить. Не нужно думать, что само пройдет. Радуется, что новый сорт, но хорошо вписывается. Как отличить? Встречаются тюльпаны с пестроокрашенными лепестками. И различить больной от пестроокрашенного сорта просто. У тюльпанов с рисунком на лепестках этот рисунок повторяется на всех лепестках. У заболевших на каждом лепестке этот рисунок индивидуален. То есть если у вас несимметрично окрашенные лепестки, значит это болезнь. Такой цветок нужно выкопать вместе с луковицей, вместе с корнями и утилизировать, как-то сжечь, чтобы не разносилась эта болезнь. Потому что красивый он только в первый год после заболевания. На следующий год луковица постепенно угасает. И у вас вместо красивого цветка выйдет вместе с листьями, вместо бутона такой скрюченный птичий клювик зеленого цвета. Еще через год эта луковица просто загнивает и умирает. Но в это время может заразиться вся коллекция ваша или вся ваша клумба, весь цветник. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Не забывайте, что на почте в садовых магазинах и киосках прессы можно приобрести второй номер журнала за 2020 год. Кстати, сейчас мы проводим акцию. По вторникам и пятницам с 10 до 12 часов в редакции по адресу Народный проспект 13 можно за 200 рублей купить комплект из 10 архивных номеров журнала. Наша программа подошла к концу. Ешьте редиску, ставьте дачные рекорды, дышите свежим воздухом, но не забывайте про отдых и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok